Добрый день, дорогие павлодарцы! Вы смотрите телевизионный проект «Город-718». Актуальные интервью, итоги недели, основные события, злободневные темы и наиболее важные проблемы в жизни нашего города. Все это в прямом эфире и только из первых уст. Интересно, почему в русском языке стало модным употреблять слово «weekend» вместо «выходные», «ланч» вместо «обед», а «блогер» вместо «безработный». Итак, сегодня поговорим на эту тему. Тема нашего эфира сегодня звучит так. Готовы ли мы к трехязычью? Напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность позвонить к нам в студию и задать интересующие вопросы нашим гостям. Номер прямого эфира 339035. Продолжение следует... Продолжение следует... Одним из важнейших аспектов, происходящих в казахстанском обществе экономической и социальной модернизации выступает политика в области языка. Внимание лидера нации к этой составляющей государственной политики очевидно и заслуживает самого пристального изучения и анализа, поскольку именно в нашей республике реализуется уникальный проект, инициированный главой государства «Три единства языков». В современном мире, полиязычном и мультикультурном, как никогда актуальна проблема сопряженности языков, поиск эффективных и жизнеспособных программ в области языков по консолидации обществ. В связи с этим, значимость и актуальность полиязычного образования, являющегося результатом внедрения идеи президента, о «Три единстве языков» не вызывают сомнения. В своих выступлениях и обращениях президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев неоднократно говорил о важности и значимости развития полиязычия для многонационального казахстанского общества. Идею «Три единства языков» в Казахстане президент впервые озвучил еще в 2004 году, впоследствии неоднократно к ней возвращаясь. Так, в октябре 2006 года на 12-й сессии Ассамблей народа Казахстана глава государства вновь отметил, что знание как минимум трех языков важно для будущего наших детей. А уже в 2007 году в послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» глава государства предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта «Три единства языков». Именно с этого момента и начинается отсчет новой языковой политики независимого Казахстана, которая сегодня может служить примером для других стран мира по степени популярности в обществе и уровню своей эффективности. Продолжение следует... Тема анонсируется, друзья, напоминаю, заранее, поэтому от вас уже пришло небольшое количество сообщений, но все же я их обязательно освочу в нашей студии. Итак, сегодня, напомню, тема нашего эфира посвящена полиязычу, мы говорим о трех языче. Итак, нужно сопоставить, чего хочет государство и что может школа. Но обязательно вернемся к обсуждению этих сообщений с нашими гостями, да? Еще одно сообщение. Я считаю, что языки должны вводиться в программу образования, и не только английский. Хотелось бы, чтобы у детей был выбор между такими языками, как немецкий, испанский и китайский. Еще одно сообщение. О каком полиязыче вы говорите? Дети не могут за 11 лет усвоить казахский язык, а хотите вводить еще какие-то. Добейтесь хорошего знания государственного языка, а потом прыгайте выше. Те, кто заинтересован в изучении иностранных языков, ходят на языковые курсы и нанимают репетиторов. Итак, сегодня мы приступим к обсуждению этих вопросов с нашими гостями. Что вы думаете по этому поводу? Правы или нет? Да. Елемізде жанағана айтыпеткентелер, ныштырлысаят саты жүргіздерді, осаятым мағызылыға деде болейсі. Шарбатурлы, мөзіңіз. Елбасының джюз нақтық адам бағдарламасы бойынша бұл көртілділік деген біздің мемлекет түшін өтеға жет. Себебі? Енді қазір жанағы өздеріңіз айтып жатқандагы атаныларда сұрақтар бұл жатыр деп отыстырға, бір тілді мен кермей жатып қайдағы үш тілдеген, онында айтыға болмайды, онында біз қателесеміз. Себебі әлемдік денгейде, экономикалық саясатта басқа елдермен тен түсі үшін, біздің болашағымыз үшін ол үш тіл керек. Ал енді бірінші тіл ол біздің өзіміздің мемлекеттіктіл, ана тілі қазақ тіліміз, ал ол қазақ тілін анынтана өзі үйінді оқыталмаса, мұғалым оқыталмаса, ендар енді үйін ол бізге сын, бірақ ол біздің ана тіліміз, ол біздің мәегіміз, ол біздің мәдениетіміздің, рухымыздың мәегі. Ал қалған тіл, ол бізді бұлашаққа джетелейтін тіл, баспалда ғыл басқа елмені апаратын. Қазыр мысалы, біздің мемлекетті қаншама инвесторлар келіп, ақша салып жатыр деп айтамыз, енді олар мен тілдесі, ұқандайғы ембов жатырғай. Сондықтан ол біздің экономикамыздың дамуына, әлемдік денгейде балалардың джетеліңі үш тұғырлы тілдеген ол міндеттірдек керек. Елбасыға елбасының бұл саясатын біз қолдайымсыз. Но я непременно восхищаюсь теми людьми, которые говорят на нескольких языках, но нельзя ли это называть насилием над нашими детьми? И так в школах нагрузка, давайте вещи называть своими именами, действительно она огромная, тем более в таких очень солидных, очень таких успешных учебных заведениях, которые представлены сегодня у нас в студии. Нагрузка, если так понимаю, с самого раннего утра до позднего вечера дети находятся у вас, да, и при этом успевают ещё изучать предметы другие абсолютно на английском языке. Ну расскажите, пожалуйста, как удаётся это или нет? Ну, по этому вопросу я бы хотела уточнить такие моменты. Да, вы правы, наши дети учатся с 8 утра до 5 вечера, соответственно, всё соответствует стандарту здравоохранению данных детей, которые учатся у нас в школе. Но, соответственно, любая программа, которая была создана для изучения, либо для обучения, они направлены на детей, то есть на их возрастные различия. То есть, если мы берём такие моменты, что 7-8 классы для нашей школы, Назарбаев интеллектуальных школ, для 7-8 классов мы пока ещё не обязываем, чтобы они изучали английский язык 100%. Здесь включаются такие моменты, как командное преподавание. Сейчас в нашей школе работают 13 иностранных коллег наших, которые в командное преподавание с нашими местными учителями планируют свои уроки и преподают. Это как бы языковое погружение, но поэтапное языковое погружение. Также для 7-8 классов, например, мы говорим по возрастным различиям, для 7-8 классов у нас сейчас легко преподается информатика и всемирная история на русском языке. То есть, несмотря на каком языковом обучении они сейчас сидят. Для старших классов, естественно, у нас идёт сейчас командное преподавание. Для 12 классов ГППР, например, сейчас моя ученица тоже дополнит, ГППР у нас стоит 100% на английском языке и экономика 100% на английском языке. Ну вот представьте, химию, биологию не так уж и просто на русском-то и на казахском выучить, а тут ещё и на английском эти термины различные понятия изучать. И каким образом удаётся? Давайте узнаем мнение ученицы. Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтапный на обучение предметов на иностранном языке, он намного легче происходит. Почему? Потому что у вас первые полгода, если не ошибаюсь, у вас только погружение в язык. То есть полгода не изучают они ни математику, ни другие предметы, а только погружаются чисто в языковую среду, я так понимаю. Но вот а в школах, в других это всё параллельно. То есть это опять же нагрузка на детей. Опять же тоже химию, биологию, информатику изучать сразу на иностранном языке и не понимая, что это на русском обозначает, в том числе и на английском тем более. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В этом году, Вечерин dont' Вечеринстве , а вы знаете, что талантливы на Новолетней метеоредине дохода мы Ugh-Liавии , в Печеринстве , в Лицей метеоредине Украины , в推進у, в том числе, в Украине , обучение в Санкт-Петербурге и зелегленности, в Украине , в истинном метеоредине пояснения. Говорят, когда мы позже остановимся, Среди командовики, которые училися в ориенном семье, мы учили в учебном случае в 6-7 классе, у нас была какая-то нарушительное изучение физико-течения, и у нас оборудовались в школе. Когда мы учили в школе, мы учили в школе, у всех есть физики, биологии оборудований. Вернемся к этому вопросу, у нас телефонный звоночек в студии. Здравствуйте, говорите. Вернемся к этому вопросу. 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 Почему? Вернемся к этому вопросу. Вернемся к этому вопросу. Вернемся к этому вопросу. и Си-Джон-Университет, который находится в Кариеве. Спасибо большое. Ну, это, конечно, для такого профессионального владения английским языком и иностранным языком должны быть соответствующие кадры в школе, правильно? Об этом, как раз-таки о профессиональной подготовке специалистов мы поговорим после небольшого видеосюжета. Оставайтесь с нами на телеканале «Казахстан Павлодар». Сегодня я хотела бы с вами поговорить о бессоннице. Из-за чего может возникать такое расстройство сна? По мнению врачей-сомнологов, причин может быть масса. Например, длительная эмоциональная и физическая нагрузка, смена обстановки, даже заболевания головного мозга и нервной системы. Если очень длительное время вас мучает такой недуг, вам обязательно нужно показаться врачу и пройти полное обследование. Ну а я сегодня хочу вам дать несколько советов, которые помогут вам сгладить такую проблему, либо убрать ее совсем. Первое, что необходимо сделать, это определить режим сна и отдыха. Это означает, что вы определяете время, когда вы ложитесь спать, и стараетесь придерживаться этого времени. А также вы определяете часы, сколько вы должны спать, и стараетесь это время всегда выдерживать. Второе, что необходимо сделать, это достаточную физическую нагрузку давать своему телу в течение дня, желательно в первой его половине. Дело в том, что когда организму не хватает физической нагрузки, это выливается в плохой сон ночью. Далее, если вы плохо спите от того, что вас мучают мысли, планы, какие-то думы и внутренний диалог, попробуйте такую методику перед сном. Откройте тетрадку, заведите дневничок и записывайте туда все свои планы, цели, все свои размышления и даже чувства. После того, как мы закрыли эту тетрадку и отложили ее в сторону, наша голова отключается от мыслей, и мы уходим в сон гораздо проще. Далее, если вам необходим прием психостимулирующих каких-то препаратов или средств, желательно перенести этот прием в дообеденное время, так же, как и физическую нагрузку, потому что вечером это все будет бодрить и мешать здоровому сну. Я надеюсь, что мои сегодняшние советы помогут вам спать спокойнее и крепче. Субтитры создавал DimaTorzok по-доброму завидую тем, кто владеет несколькими языками. Хорошее сообщение, да, я тоже действительно завидую, очень честно могу сказать. Итак, еще одно сообщение. Мы все учили английский в школе, институте, на курсах и самостоятельно, но почему-то при встрече с реальным языком у многих наступает шок, и они начинают задумываться, тот ли язык они учили. Ну, тоже актуальный вопрос, да, вот хотелось бы услышать на него ответ. Еще одно сообщение. Больше пяти лет, как оборудовали лингофонный кабинет в школе, не видел, чтобы кто-нибудь им пользовался, в чем проблема. Еще одно сообщение, зачитаю на сегодня. Слабый уровень преподавания, неумение учителя привлечь ребенка. Казахстан то есть еще одинаковая курс, в качестве курса, в качестве курса, Игер сабах кесесіне иеніп жатса, он да олары төрт-трет жүргізеді. Сонымен қатар бізде 13-17 мамандары жұмыс істейді. Сол 13-17 мамандарын әр мамандыға оннан бастап 20 муғалимге дейін кірк тілген болатын. Не бойынша, тізім бойынша. Сол муғалимдермен үзіліс кезінде болсын, тамақ уақыты кезінде болсын білгілі бір тақырып та бос уақытта сөйлесу деген сияқты басқа дағдаларын дамытады. Бұл ең бірінші біздің мәселеміз, муғалимдерді дайырлау шетел тіліне. Екінші бір мәселе бұл CLIL, Content Language Integrated Learning деген әдістәсілі арқылы. Біз командалық ұқыту барысында бұл CLIL техникаларын әдістәсілердің қарқынды түрде сабақтың үсінде пайдаланамыз. Бұл екінші мәселе және үшінші мәселе және командалық ұқыту. Осы үш бағытта жақсы жұмыс сетін болсақ, 2017 жылы біздің жоспарымыз бойынша және шетелі мамындарын керегетпейіміз деп ойлаймыз. Өзіміздің жергілікті мамындарымыз және химия, биология, физика, информатика мамындарымыз ағылшын дәлінде түптеде бұл-бір немесе бұйекі денгейінде сөйлей алаттеген өзімізді сенімдеміз. Енді бұл қушыларымызда үш шылдыңыздың нәтижілер беріп жатса, бізде мұғаймдерден неге бермес кеде боле. Но за какой период учителя-предметники, которые вообще не знают на сегодняшний день английского языка, за какой период возможно его изучить, хотя бы основу? Әрине, бізді мектепке арнайы біз конкурс өйтеміз, мұғаймдер арнайы конкурс өйтет, бұл конкурса ең бірінші қағидат, бұл тілді бүлі. Яғни, әр мұғалымге алдына көйлатын сұрақ, сіз үш түлділікке көз қарасыңыз қандай деген бар. Екіншіден, бұл ағылшын тілден немесе эсі, немесе тест түрінде белгіл бір тест сұрақтарына жауап нетеді. Әрине, біздің қазіргі кезде жас мамандарымыз болмасын, жаңағым тәжіребелі мамандарымыз болмасын, олар қандайда бір, әйтеуір, денгеймен келді. А-2, бі-бір денгеймен енді келді толығымен. Енді қазіргі мәселе бойынша, бізде ақырғы, мысал, 14-ші қараша көндері, бізде 12-ші сыныппен бірге 5 мұғалымыз Айлыс тапсырған болатын. Осы үгін кедең бізде 25 мұғалымыз Айлыс сертификаты қолында бар, жалп алғанда мұғалымдерді арасында бізде Айлыс 6-да 0 көрсеткішімен қазір жақсы жетістікке жетті. Бұл үшінде ағылшын тілі мұғалым бар, орыс тілі мұғалым бар, химия мұғалым бар, лаборанттарымыз да бар. Продолжение следует. 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 Могамдеры демалыс уақыты, яғни каникулы, деп айтамыз, қысқы каникулы, өзіміздің шетел мамандарымен ағылшын тіл, 10 күндік ағылшын курстарына ақсыс тіл. Желайшы, ждете? Желайшы, ждем, всегда унызды. Расмай-арасына келгенгезе, қазір, ағылшын тілі мекептері өтеуі, біздің қаламызда да көп өте көп үйретбеткен. Егер тілек білдіріп, мен үйренге мүгелет, мен білгін білеттейтін боласын, біз мұғалымдар оған дайын. Енді ағылшын тілі қазір қол жетімді болып қалыптам, мен бірнәрсен айыға қос айтып бейбітір, әнді қазақ түрк лития оғанын кейін. Бізің мекептерді Түрік сұнтарды әуміттет көрі қазір 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 қазір. Бізді бізгер үйренkäншу жеті, біз, біз бәді болып қазір 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 екін. Вот такими словами, давайте на такой ноте закончим наш эфір. У меня туже действительно вдвай не появилось желание изучать иностранны языки. Вам огромное спасибо за участие в нашей программе и за уделенное нам время. Встретимся в следующих эфирах.